и снова здравствуйте всем привет итак давайте рассмотрим как можно сделать пикельхен именно для персонажей таких комедийных мультяшных как в европейском таком стиле это пожарники европейские допустим потом кто полицаи там еще разные персонажи военные даже с первой мировой ну чтобы не моделировать можно его смоделировать по простому ну давайте вот здесь именно скульптом сделаем итак нам понадобится сфера сферу вытягиваем так включаем мы полимеш делаем ее активной shift правая кнопка мыши все это дело выравниваем так немножко все это дело сплю с ним control shift выбираем trim curve ну отрезаем нам нужно именно где-то вот эта часть так я немножко на эту часть чуть-чуть мазну чтоб видите начало где конец так ну в принципе все заготовка положено что нам нужно сделать нам нужно вот это все дело замаскировать вот так вот и снять с этого дела значит экстракт ну чтобы учитанием не заниматься просто делаем вот такую шкуру так сферу можно отключить вот у нас получилось тонкая такая заготовка теперь подключаем сюда текстура импорт рабочий стол какую-нибудь шталь пардонте пикер хельм так это дело все делаем видимым делаем прозрачным подгоняем z английская убираем видимость глаза alt левая кнопка мыши приближаем нашу заготовку ставим x симметрия делаем побольше дров сайс так заготовки сразу делаем дай на мэш для чего чтобы у нас не расслаивались слои так что у нас тут получается почему мы не можем сделать дай на мэш принципе можем включаем так кисточку даже можно теперь побольше так тянучку ставим мофф топологи чтобы лучше тянулось можно поставить мофф эластик допустим видите тянется получше к ней конечно нужно привыкнуть тоже сильно капризная так ну и теперь боковую значит часть находим shift z текстура импорт подключаем какой-нибудь вид именно спереди текстурку так глазом можно все это перетягивать z отключаем alt перетягиваем прибавляем в размере выводим где-то вот на нижний уровень после здесь уже уходит как сказать значит козырек ну и сильно не надо наверное привязываться к этому рефу ну где-то квадратно-гнездовой так shift z получились вот эти шишки нужно их немножко так это с помощью топологи так alt так shift выгладить добавить где-то в задней части вот эту часть приподнять надо и теперь где-то shift ну из передней части тоже немножко бока подкорректировать и по квадратнее сделать переднюю часть все это дело выровнится потому что мы сделаем за ремеш и все будет хорошо выглядеть так теперь нам нужно что добавить к этому штальхельму пику давайте добавим сначала пику а потом будем делать козырьки так пику будем делать есть тут кисточка которая мне очень нравилась если не убрали из этой версии так как сейчас сейчас подождите давно и не пользовался так возможно у нее поменялось именно поменялся внешний вид так неужели версии 2019 ее нет не может такого быть хотя все может статься вот она все нашел называется current brush вот такая штука так теперь наводим на нашу этот мышь или где-то вверху и попробуем shift приблизительно значит вот эту штуку сделать ровно и зигзагом так с площадкой сразу делаем так площадка потом идет вверх идет вверх потом идет раз так и и оп так Так Ctrl Z Включена симметрия значит симметрия нам не нужно X симметрии отключаем пока и повторяем все то же самое. Может даже лучше получится так площадку чуть потольше так и вот так и вот так вот у нас уже получилась пика нажимаем на нашу значит заготовку на наш меш control W назначаем полигруппу каски и нужно все это дело разбить group find ok пика через alt выбирается вот так уводится ставится на верхнюю часть и тут вот еще что можно сделать это замаскировать вот эту пику через control размыть маску сделать control и ну и допустим через alt подвести гизма как-то вытягивать или допустим сделать еще побольше ну и чуть-чуть поострее возможно так control теперь если у нас вот эта часть слишком тонкая то мы ее можем точно так же замаскировать так по моему пониже даже можно так делаем control и и делаем ну так же скайл вот такая получилась заготовка control control D делаем почетче свифт Z так ну здесь уже можно ее чуть-чуть подкорректировать и делаем модифика модифика позже дел хидом мира and well так control Z уводим чуть-чуть в центр вот теперь нормально что еще теперь сделаем нам теперь нужны козырьки вот эти значит первым делом находим центр будет вот здесь центр маскируем первую часть сделаем control и и теперь что можно сделать это значит сделать скайл и перекрутить и чуть-чуть еще вытянуть так и немножко сплюснуть вот получается уже один козырек и от этой части тоже от этого козырька маскируем точно такую же штуку делаем control и делаем значит скайл опять же перекручиваем вот так как-то отводим еще подальше чтобы вот этот угол был и она эта часть чуть-чуть пониже так теперь с боков тоже немножко можно под поджать и у нас получается вот такой вот стальхельм здесь чуть-чуть сейчас подкорректировать повыглаживать изменить сетку так теперь нужен нам что нам нужны вот эти боковые блины вот эти да ну это мы сделаем так shift Z что там у нас как они вообще выглядят нам для мультфильма или для какого-нибудь для какой-нибудь сценки в принципе не надо так точных таких там деталей shift Z, Z, Z так это мы можем значит нарисовать круг выемка пимпа вот эту вот штуку в блендер вообще быстро делать не напрягаясь ну мы делаем именно штальхельм взебраж да тут вот пимпа другая ну пимпы могут быть разные да сейчас что-нибудь может пимпу переделать можно будет в принципе чуть-чуть кольца нарисовать и будет прикольная мультяшная так не проблема смотрите что делаем делаем up and добавляем цилиндр выбираем через alt цилиндр делаем ctrl D ctrl D геометри D lower divide удаляем через shift отключаем все ненужные саптулы почему просто сейчас будем мы это дело так уплотнять уплотняем ее значит с помощью гизма где-то вот пусть потолще будет так толщина нам не помешает так есть такое дело теперь нужно замаскировать control выбираем сферу круг вот этот подгадываем значит сюда его ну чуть-чуть ровняем чтобы конечно поровнее попасть маскируем так сетка плохая значит делаем дайна мэш так чуть-чуть побольше дайна мэш и повторяем наводим подводим бока оставляем чуть побольше маскируем так следом так опять выбираем control вытягиваем нашу вот эту сферу только теперь мы ее делаем вот тут где-то и через alt выбираем так ctrl д не ровно не много а прям не ровно так ctrl alt так снизу смотрим тоже у нас сфера это дело переключаем на на кисть и ctrl alt очищаем низ делаем ctrl и с помощью гизму так ctrl z вытаскиваем чуть-чуть эту штуку вверх вверх тогда теперь делаем ctrl и маскируем так ctrl z назад маскируем опять же так 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 выбираем круг все маскируем выбираем опять сферу понимаю кто-то скажет проще смоделировать ну да конечно проще но такой способ тоже неплохой можно сделать из нескольких цилиндров просто сделать пустоту цилиндров разные варианты так теперь опять же на вот эту штуку вниз control alt и вот так control z control и и вытаскиваем вот эту часть вверх вот получился такой блин такими переходами делаем дай нам из ничего прикольно следом можно вот эти штуки по нарисовать кисточкой это поставим давайте на кисть стандарт включим видимость всех объектов через shift на левую так на левую сторону переведем вот эту нашу заготовку делаем ей скайл переводим еще в бок слишком много уменьшил приподнимаем подводим к нашему стальхельму смотрим как тут все ляжет еще немножко поменьше вот сюда на стык переводим и немного ее нагинаем вот так и еще чуть-чуть и еще немножко все делаем диаметре модифита повод же мира and well все теперь у нас их две так следующее самое интересное это не ремень на именно орел как будем делать орла орла можно делать двумя способами значит картинка нам импорт понадобится сам орел именно с картинки следом что можно сделать включить append добавить куб переключиться через alt левая кнопка мыши щелкнуть на куб так теперь куб отводим в бок можно его сплюкнуть на куб делаем опять же дай на мэш пусть побольше полигонаж будет делаем это не проблема все равно куб будем удалять и так не поставил я на запись отвлекался и забыл включить запись и процесс где вот этого орла вытягивал исчез значит так здесь без комментариев теперь подгружаем сюда альфу импорт рабочий стол находим где находится это альфа ставим на драк рект так здесь все стоит также смотрим что получилось вот такая штукенция да надо ее инвертировать программе сделать бело-черный так смотрим с другой стороны в принципе вот с этой стороны она выдавилась будем делать можно и с этой стороны взять ее так control z попробуем на выдавливание прогнать только чуть-чуть она становится вдавленной а ну-ка control z поменяем импорт так загрузки инвертированная маска вот так и выдавливаем и здесь она уже идет выпуклая как вот эту часть полностью маскируем всего орла control z control z надо его по центру поставить чтобы и хвост был так теперь с этой стороны значит мы все это дело маскируем смотрим что зацепилась что не зацепилась вот так делаем control и и вы выдавливаем нашего орла control снимаем маску control делаем дайна мэш почему потому что сетка здесь вытянута изменилась это будет ломка она должна переработаться ну а дальше смотрим весь процесс значит теперь маскируем вот это все дело делаем control w отделяем геометрии заходим модифитопологи делал hidden так где у нас тут башка в какой стороне и значит нам нужно все это дело перекрутить так поровнее поставить альт левого кнопка мыши и сделать мир мир and well ну чтобы потолще он был так теперь можно немножко его сплюнуть но все равно чтобы он почетче ну а теперь мы его разворачиваем нашего урла вот так вот все дело правильных картинках как теперь мы это все делаем поднимаем так уменьшаем наводим поближе к каске выравниваем вот таким вот образом здесь симметрию делать нельзя так что просто выравниваем и включаем нашу кисточку которая поможет нам все это делаю наложить на нашу объект где она тут тэн 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 вот их тут трудно искать вот она делаем кисточку побольше и накладываем на нашу на нашу каску вот она теперь будет выпукла ее можно растянуть теперь и вот по бокам такая будет кайма которую можно прикольно будет выглядеть как если мы глубже посадим то пропадает голова можно чуть-чуть перекрутить так так еще немножко перекрутить и еще немножко перекрутить так вот все это дело покраситься потом можно еще что сделать так можем такую штуку еще зарядить вот так она еще и не ровно стоит что-то как-то да в принципе все нормально единственно сплюснуть еще можно вон так можно сплюснуть и еще крыльями поработать значит выбираем маску и вот эти вот крылья аккуратненько чтобы на ноги не залезть и вот эти тоже крылышки выбираем и уже залез на палец кисточку делаем поменьше ctrl-alt очищаем тут тоже чуть-чуть залез не беда так вот так делаем ctrl-i так даже придется по одному крылу делать и немножко все это дело перекручивать вглубь ну чтоб сильные сказки не торчало так тогда перекручиваем немножко еще уводим вглубь ну вот это вот значит поднимем таким поднимем крылом сделано теперь делаем ctrl-i здесь вот этого гаврика маскируем маскируем и вот эту ногу тоже замаскировать с хвостом ну а это крыло так тоже попробовать перекрутить так а это чуть-чуть чуть-чуть приподнять ну вот этот герб еще можно потом значит пролепить давайте добавим сюда ремень теперь так это поможет нам кисточка вот так вот эта кисть называется она ну current brush тут нарисован видите что ремень переключаемся на наш стальхельм и вот где-то от стальхельма вот сюда введем ctrl-i давайте чуть-чуть побольше кисточку и вот таким вот образом к центру и к середине смотрим что за как ну в принципе устраивает снимаем маску делал ctrl-i и делаем split growth split ok теперь у нас ремень отделился мы ему делаем геометрии мира n12 тут сейчас подкорректируем еще что можно сделать можно сделать его так черезать на него наводим гизну и чуть-чуть вытягиваем чтобы он был побольше так добавляем ему кризы кристалл везде пусть он поплотнее будет и делаем ему деформации значит polish ctrl-z полис не прокатывает значит делаем динамэш так сделаем динамэш побольше резолюцию сделаем так а вот теперь можно сделать деформация polish он нормал так все все выглаживаем и нужно теперь его с помощью move topology и симметрии кисточку побольше вывести на передний план вот сюда чтобы хвост перекрывал оружие ну типа впереди шина должна быть ремень этот и чуть-чуть его наискать а эту часть отведем значит нашу этой где будет у нас крепеж этого ремня и значит заведем чуть-чуть его в него ну как по центру поставим сейчас здесь еще гайку эту сделаем так вот сюда его тут можно с устом чуть выводить чтобы он помягче был так ну как то так то в геометрии модифика положим мир потом здесь уже кое-что можно даже отрезать чтоб не торчало так все в том сгладить и добавить сюда гайку 6z так 6z это текстуры где они тут импортируем текстуру сталь хельма ну вот этого так здесь значит стукенция такая и короче гайка да все понятно значит здесь еще можно вот так у вас собачий ремень выбираем теперь N панель давайте вот на этой штуке нарисуем значит что-нибудь тетоке это так делаем ей динамеш и вот на этой штуке при плотной сетке при маленьком значит при маленькой кисти нарисуем сначала поставим сначала поставим давайте так маску кольцо под углом будет нет так давайте ее немножко наверное побольше сплю с ним вот так чтобы рисовать на ровной части так маскируем вот эту стукенцию это будет под гайку потом делаем опять же такую стукенцию через пробел переводим вовнутрь ее так control z не нажал с вами alt стенки делаем потолще просто потом можно будет их выгладить control alt теперь придется немножко порисовать значит здесь переключаемся на эту функцию рисовалки потом здесь так и как-то вот так здесь чуть-чуть поменьше можно будет поднадуть так вот здесь на потолще вот таким ловком делаем control i опять же заднюю часть то так shift alt а control alt левую кнопку мыши делаем control i и вытягиваем эту стукенцию в бок делаем ей значит дайна мазь переделываем сетку опять же маскируем чтобы не вылить то я резать начал control control w control shift левая кнопка мыши модифика полосы делал hidden где у нас тут весь штальхельм выводим вперед нашу заготовку перекручиваем ее уводим чуть-чуть в бок ну чтоб по симметрии было да находим геометрии делаем модифистопологи не понял control z нет слишком тонко ладно слишком толстым ладно еще уменьшим вот получилась запчасть мы ее плюснем но еще нужно нам один край мы его перекручиваем вот таким образом подставляем где-то в середине надо чуть-чуть поровнее и тут нужно наверное через alt подгадаться на пару как-нибудь или по штальхельму это вот 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 где-то так не так control z больше выводим вот сюда нет control z и еще побольше вот вот теперь нормально и вот эти части вот эти чуть-чуть можно сгладить и немножко move topology так вот control z и симметрия чуть-чуть где-то подправить побольше выгладить и побольше значит завернуть по ремню нормально получилась вот такая вот запчасть мы теперь их симметрии отключаем перекручиваем 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 и подводим к боковой нашей части на которую тоже нужно подгадаться через alt подводим через скайл уменьшаем подводим к середине сейчас добавим еще спинку сюда так смотрим как она почти легла легла неплохо но нехорошо ну где-то так ладно так теперь переключаемся на ремень и нужно ремень подтянуть к этой же детали прямо Перезальт выбираем вот эту запчасть. Здесь можно еще так перевокруглить, сметить, пролепить вот эту запчасть. Убираем, делаем Mira and Well. И на эту пинку добавляем какую-нибудь штуку. Давайте, где она тут опять? Вот она. Выберем эту пинку и на ней... Ну вот, нормальная штука получилась. Так, делаем сплит. Глоб сплит, окей. Выбираем её, эту запчасть. Тут же нужно теперь выровнять. Под неё подгадаться. Немножко её сплюснуть. Сделать ей Ctrl D, Ctrl D. Вот она потеряла свой внешний вид прикола. Маскируем, делаем Ctrl E. И делаем Style. И делаем всему этому делу, значит, Delo Dynamesh. Так, Dynamesh можно поменьше. Так, эту пинку переводим опять же на левую сторону. Перекручиваем, подгадываем. Делаем ей Style. Подводим к нашей вот этой центральной части. Чуть-чуть её перекручиваем, подгадываем. Делаем ещё Style. И всё, значит, сюда подставляем. И заводим её вот прям вглубь. Ну, чтоб вот эта вот прожуха была видна. Видно. Так, чуть-чуть ещё подкорректируем. Подровняем. Делаем Modify Topology. Мира NPL. Бум. Всё здесь вроде бы закончено, но нам теперь понравится новая пинпа. Это мне не нравится. Значит, так. Так, какую переделать? Так, так, так. Так, так, так. Вот как-то так. Во! Вот это мне больше нравится. Так, это значит, мы снимаем выделение. Опять же, делаем гифометри. Grow Split. OK. Эту пинпу. Маску снимаем. Удаляем. Delete. OK. А эту пинпу ставим вот сюда. Она, кстати, вот хорошо рисует. Это низко-полигональная вот эта штука. Так. Так. Сережальт подставляем. Сережальт перекручиваем. Подставляем к нашей центральной этой стукенте. Можно площадку сделать чуть побольше. Замаскировать. Так. Что у нас тут? Делаем Ctrl E. И просто сделать, ну, допустим, по центру поставить вот эту нашу гизну, чтобы тянулось нормально. И делаем Sky. Чтобы площадка была побольше. Ну, вот уже получился стальхельм. Теперь добавляем на стальхельм. Что нам нужно добавить? Это бляхи. Бляхи тут уже есть. Кисточки, где их можно выбрать. Это вот они. Бляхи. Вот они. Вот тут вот видите, что можно было и отсюда взять вот эти боковые типа гайки. Ну, ничего. Так. Ремень выбираем. Делаем ему Ctrl W на всякий случай. Так. И здесь вытягиваем. Так. Две нам не надо, наверное. Так. Ctrl Z. И к симметрии отключаем. И одну туда вытягиваем. И вот так подставляем. Так. Переключаемся на кисточку стандарт. Опять же делаем Ctrl E и Ctrl W. Чтоб вот эта штука одинаковая была. и Split Group Split. Выбираем вот эту бляху. Так. Уменьшаем. Подгоняем. Перекручиваем. И, по-моему, они тут должны быть с двух сторон. По центру она не должна быть. Так. Это значит. Отгизма меня это напрягает. Почему не появляется на самом объекте. А постоянно где-то в другом. Привязан именно к центру. Так. Это значит будет здесь. Одна бляха будет с этой стороны. и другая с той. Значит это сюда. Уменьшаем еще больше. Так. Есть такое дело. И, наверное, теперь нужно ремень. Так. Ремень нужно приподнять. Так. Как сказать. Так. Или здесь, наверное. Да нет. Тут такая штука. Здесь опускаем. Вот. Так. Здесь чуть-чуть заполняем пустоты. Не знаю, правильно или нет. Вот. Можно, наверное, даже еще и тут убрать. Вот так. А середину приподнять. Ну да. О. Ну, так уже будет поинтереснее. Хоть бляху будет видно, что она есть. Так. И чуть-чуть ее поменьше. Так. И чуть-чуть ее поменьше. Делаем самую бляху. Так. И делаем ей Modified Apology Mira N12. Ну, я не знаю, нужны или мне тут не нужны. Можно просто чешую тут добавить. Не суть вопроса. Так. Вот этот ремень тоже Mira N12. Ну, в принципе, неплохо смотрится. Как будто передвигаются и двигаются они там. Для чего только неизвестно пойдет. Получился вот такой Starhelm. Это вот можно делать, значит, в программе The Brush. Чуть-чуть вот можно, конечно, еще подтянуть. Но это ZRMS все выровняет. И развертка. Вот уже можно какого-нибудь полицаи, Стальхельм этот одеть. И будет прикольный, смешной персонаж. Все. Всем пока. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.